Всем привет! Это отзыв о курсе Нелли по отношениям. Нелли, благодарю тебя за этот крутейший курс, вообще за все твои курсы. Я их очень люблю. Я думаю, что ты это знаешь, потому что я проходила не один, и каждый, каждый твой курс — это бомба. Каждый раз я нахожу для себя что-то новое, какую-то новую глубину понимания, глубину осознания. Это всегда очень мощные проработки. Супер! Спасибо тебе за все твои курсы, за то, что ты делишься информацией, за твои посты и прямые эфиры, за твою вовлечённость в процесс, внимание каждому участнику, за желание, чтобы у всех получилось. Это очень чувствуется и очень воодушевляет. Относительно курса по отношениям. Ну, я думаю, что этот курс нужно пройти всем. Если не всем, то большинству. Потому что зачастую мы не знаем, как выстраивать гармоничные отношения. Возможно, не было такого примера из детства. Либо много каких-то надуманных в голове не своих даже мыслей, как надо. То есть, допустим, из фильмов, из книг кто-то сказал, что нужно вот так вот. А на самом деле мне нужно так, как нужно мне. Ключевым моментом на курсе для меня было, конечно, осознание ролей в отношениях, осознание того, где я веду себя как ребёнок, где я беру на себя роль родителя, вместо того, чтобы вести себя как взрослые люди в отношениях. Потому что гармоничные отношения взрослых людей — это такие отношения, где взрослые люди ведут себя как два взрослых человека, как партнёра. Мы очень подробно выписывали это на отношениях. То есть мы брали конкретные примеры своего поведения и писали, где мы ведём себя как дети и где ведём себя как родители. И в конце курса мы составили общий план, который подходит нам, то есть это план, основанный на нашей жизни, как вести себя и как выстраивать гармоничные отношения. То есть инструкция, как строить гармоничные отношения, которые подходят нам. Вот, и это очень-очень круто. Какой ещё момент я бы хотела отметить? А, момент про привычки. Я уже записывала рефлексию про привычки, но я ещё раз скажу, что как раз на курсе по отношениям я осознала момент, я осознала тот момент, что какие-то мои действия, то есть я совершаю какие-то действия, которые мне бы не хотелось делать. То есть я делаю то, что я, например, даже так не думаю, вот, и не хочу. То есть у меня, получается, мысли расходятся с делами. И получается, что не я управляю процессом, а мной управляет привычка. И этот, конечно, момент был для меня таким, ну, ух, неприятным. И я захотела прям максимально детально проработать этот момент. Я хотела поработать над привычками. И как только я увидела у Нелли анонс нового курса, по привычкам курса «Новая жизнь», я туда сразу же записалась. Хотя Нелли нам на курсе дала, как разбираться с привычками, что делать, то есть это всё-всё-всё было, но мне захотелось именно вот работать над привычками целенаправленно и работать не самой, работать в команде людей, которые вместе идут к этой цели. Вот, потому что для меня работа в команде, в общем поле, она гораздо легче, веселей, вот, и мне интереснее работать с людьми, чем, допустим, самой. Такой вот момент. Что ещё бы я хотела добавить? Что я стала пробовать внедрять на курсе и увидела сразу же изменения. Такой момент, например. Я увидела про себя, что я часто нахожусь в позиции защиты. Вот, то есть я готова защищаться. Допустим, кто-то что-то сказал мне, мне это не понравилось, и я готова брать в руки оружие и идти там в бой. Вот, вместо того, чтобы открыто и честно говорить о своих чувствах. Потому что открыто и честно говорить там, например, мне больно, но может быть немножко страшно. Этот момент мы прорабатывали на курсе, я прорабатывала его на курсе. Притом ведь как интересно получается, что я же знала это. Но я знала, что говорить о своих чувствах открыто, это гораздо лучше, нежели чем защищаться и идти там, допустим, в конфликт. Вот. Но знать и делать не одно и то же. Потому что мы очень много чего знаем. Для того, чтобы что-то знать, нам достаточно услышать это один раз. И мы уже это знаем. Но для того, чтобы делать и видеть результат, это нужно делать каждый день. То есть это должно войти в новый такой образ жизни. То есть я стала это пробовать. И что я увидела? Я увидела совершенно другую реакцию. Вот. То есть, ну, очень классную реакцию людей. Я могу сказать, что всегда, когда в те моменты, когда я открыто говорила о своих чувствах, люди шли навстречу. При том, что я могу сказать, что я не только с мужем своим так делала, но и с людьми вот в целом тоже. Потому что, как сказать, когда человек видит, что... Ну, то есть, допустим, человек что-то мне сказал, мне это не понравилось, я ему открыто говорю, слушай, мне неприятно. И объясняю, почему мне неприятно. То есть все, вопрос решу. По сути. Бывают ведь моменты, когда нам что-то говорят, и нам это неприятно, а человек даже и не собирался вообще нас там обижать или еще что-то. А мы уже идем, там, скажем так, в ответный бой. И там говорим, там, то-сё, ты такой, и там, туда-сюда. Вот. Вот эта вот открытость, конечно, поменяла сразу. Ощущение поменяло вот это... Ну, появилось какое-то больше доверие, теплоты, трепета, что ли. Вот. Ну, это очень-очень круто. Просто говорить о своих чувствах открыто и не боясь. Какой еще момент я пробую делать? Например, я вместо того, чтобы драматизировать, вот, стараюсь найти смешное в ситуации. И это тоже очень классно. Посмеяться. Над чем посмеяться? Посмеяться не над человеком, не над чьими-то чувствами, то есть не обесценивать ни свои чувства, ни чувства другого, а найти именно, над чем можно найти, ну, смешное в самой ситуации. И это очень быстро разряжает обстановку. Вот. Даже если это какой-то конфликт, можно найти там, над чем посмеяться. То есть это разряжает обстановку, и дальше уже можно разговаривать, но с другими чувствами. То есть намного больше легкости в этом разговоре, нежели чем, допустим, какие-то претензии или еще что-то. То есть объясниться можно намного легче, когда вы уже разрядили, скажем так, обстановку смехом. Вот. Что еще? Ну, очень много, я вот даже и не вспомню сразу. Ну, тоже основа всех основ это взять на себя ответственность за свои чувства и отдать другому ответственность за его. То есть полностью нести ответственность за себя и отдать человеку ответственность за него. То есть тут получается, что уже куда-то отпадают обиды, потому что ты сам осознаешь свои чувства и свои желания. Отпадает чувство вины, потому что человек ответственен за свои чувства сам. То есть не ведёшься на какие-то провокации или капризы другого человека. Ну и сам, собственно, за собой больше следишь. Вот. Такой момент. Что ещё бы я хотела добавить? Я спросила у мужа после курса, я спросила у него, потому что он же видит меня каждый день, и он как бы прямой свидетель, если он заметил какие-то изменения во мне с этим курсом. И он сказал, что да, безусловно, заметил классные изменения во мне в отношениях, то есть насколько легче стало отношения, насколько больше смеха, какой-то радости, друг другу внимания, трепета. Вот. Намного проще договориться, больше открытости. И он говорит, что ему тоже хочется идти навстречу всё время. Ну вот, когда он видит такие реакции, хочется идти навстречу. Вот. При том, что я для себя решила так. Я решила именно самой работать, на этом курсе работать прямо вот самой, и просто посмотреть, что муж мне одзеркалит, скажем так. Потому что мне казалось, что так будет намного честнее. То есть он спрашивал у меня какие-то задания, что я с ним делилась, я ему рассказывала. Но я не говорила ему, например, делай так или вот так вот. Я просто старалась сама работать над собой, чтобы посмотреть вообще, ну как будет, что будет. И я могу сказать, что я сразу же видела изменения реакции ответной. То есть я увидела, как муж мне начинает показывать тоже другие реакции свои. То есть как он становится тоже гораздо более готовый идти навстречу и к разговору, и там как бы на компромиссы и так далее. То есть я увидела много-много классных изменений в себе. То есть я увидела, я стала меняться сама, и я увидела эти изменения в ответ. Вот. Что, конечно, очень воодушевляет продолжать работать. Потому что вот тоже ещё хочу добавить, что я понимаю, что это курс. То есть я беру это как курс, направление для меня, куда идти. И продолжать работать, потому что я вижу за месяц разницу в своих отношениях. Я вижу разницу в своих чувствах, в ощущениях. Я вижу, блин, насколько больше, насколько легче разговаривать, насколько больше поддержки друг от друга, насколько веселее, ярче. И, конечно же, хочется продолжать дальше, внедрять это, чтобы это стало всё больше и больше новых привычек интересных, всё больше и больше каких-то... То есть заменять старые какие-то привычки, отлавливать и заменять, и работать над этим, и продолжать расти вместе. Потому что, блин, люди работают над многими вещами, да? Но зачастую многие забывают про отношения. То есть, допустим, работают над фигурой в спортзале, на работе работают, над своим интеллектом работают, обучаются и так далее. Но про отношения многие как бы живут и живут. А это тоже важный аспект, над которым нужно работать, потому что если ты хочешь жить вместе долго, если ты хочешь жить вместе счастливо, над этим нужно работать. Такой вот момент. Ну, вроде бы я всё сказала, да? А всё, что пришло в голову, всё, что помню, всё сказала. Да. Здоровский курс. Очень классно, что в конце появилось такое чёткое понимание, ясность какая-то, как вообще нужно для меня, как правильно для нас, для наших отношений, которые будут нам обоим, отношения, в которых нам обоим будет радостно, нам обоим будет вдохновенно, вот, и... то есть, расти. То есть, отношения, в которых можно расти, и это очень-очень круто. Ещё раз тебя благодарю за этот курс, Нелли. Ты просто супер. Благодарю всех девчонок, участниц, которые там были. Я всех целую, и всем-всем советую попробовать этот курс. Это действительно очень классно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok